Сегодня в эфире. Сейчас в России открыты 3700 отделений и кабинетов медицинской профилактики в поликлиниках, также работают 700 центров здоровья, во всех регионах создаются кабинеты медицинской помощи по отказу от курения, организована работа наркологических диспансеров и психоневрологических диспансеров. Об этом на прошедшей в Минздраве конференции «Специалисты здравоохранения и российские города в борьбе против табака» заявила директор Департамента охраны здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Марина Шевырева. А значит, любой, кто захочет распрощаться с пагубной привычкой, получит всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Сколько россиян бросили курить, поговорив с врачом один раз, читайте здесь, Минздрав призвал руководителей лучших проектов, реализованных в рамках деятельности Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» провести мониторинг реализации «антитабачного» закона, чтобы проверить его эффективность и обобщить позитивный опыт и перенести его на всю Россию. Напомним, согласно «антитабачному» закону с 1 июня 2014 года курение будет запрещено в кафе, барах, ресторанах, гостиницах и поездах. Также магазины потеряют право на открытую выкладку сигарет возле кассы, а небольшие киоски и вовсе лишатся права торговать сигаретами. Какие лекарства помогут бросить курить, узнайте здесь.